Друзья, рады видеть вас на канале InvestFuture и как всегда в конце рабочей недели мы с вами подводим итоги для российского валютного рынка и пытаемся предположить, что может ожидать российский рубль на новой неделе и какие факторы будут на него влиять. Итак, нынешняя неделя, на мой взгляд, прошла под знаком негатива по экономике США и слабые релизы поднимают ожидания по наступлению рецессии в американской экономике. Все началось с самого начала недели, когда у нас была опубликована статистика по американскому промышленному производству. Индекс PMI упал абсолютно неожиданно до 10-летнего минимума, до худших отметок со времен кризиса 2009 года. Затем последовал PMI в непроизводственном секторе, который, хотя и остается выше 50 пунктов, но тоже показал неожиданно резкое снижение и разочаровал финансовые рынки. Ну и в пятницу все взгляды были прикованы к релизу по рынку труда в Соединенных Штатах Америки и здесь мы получили смешанные данные. Трактовать их на самом деле можно так, как этого хочется аналитику, потому что с одной стороны мы увидели падение безработицы в США до уровня в 3,5 процента и это, между прочим, минимальные отметки за последние 50 лет с 1969 года. Безработица находится на уровне 3,5 процента. Но при этом количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США, тот самый показатель non-farm payrolls, который имеет, наверное, самое большое воздействие на финансовые рынки, составил всего лишь 136 тысяч по итогам сентября. Это ниже очень-очень скромного прогноза в 145 тысяч. Я напомню, что для экономики комфортны значения NFP по крайней мере выше отметки в 200 тысяч. И были времена, когда такие значения показателя были абсолютно нормальными. Но сейчас на американской экономике, безусловно, сказывается торговая война, которую, по сути дела, сами представители американской администрации и затеяли. При этом августовские значения NFP были, кстати, пересмотрены наверх до уровня 168 тысяч. Это вроде как позитивный сигнал, но все равно достаточно слабо. И, по сути, мы сейчас находимся в такой ситуации, когда инвесторы не совсем понимают, как им расценивать негатив по американской экономике. Потому что сигналы абсолютно очевидно поступают очень тревожные, и их интерпретировать можно, если посмотреть на все в комплексе, то только единственным образом. США бьют сами по себе, стреляют себе в ногу буквально торговыми ограничениями. Но как реагировать на негатив? Или придерживаться точки зрения, что мы подбираемся к рецессии в американской экономике, которая, вероятно, окинется, перекинется и на другие рынки, и, соответственно, избавляться от рисковых активов, избавляться от активов развивающихся рынков, в том числе от российского рубля, от российских акций. Или же делать ставку на то, что на фоне ухудшения статистики американские центральные банки все-таки понизят процентную ставку еще несколько раз в ближайшие месяцы. Таким образом, докинет на рынки дешевой ликвидности, возможно, запустит программу количественного смягчения, и это, наоборот, поддержит спрос на рисковые активы. Я напомню, что 30 октября состоится следующее заседание американской федеральной резервной системы, и инвесторы сейчас оценивают вероятность снижения ставки Федрезерва на этой встрече на почти 79%. Не 100, конечно, но, тем не менее, во многом это решение уже заложено в цену финансовых рынков. При этом, 11 декабря, это последнее заседание ФРС в этом году, инвесторы уже на 90% закладывают сейчас вероятность того, что ставка будет ниже, чем сейчас. Получается, что американский центральный банк находится в такой своеобразной ловушке, если даже он и не видит реальной экономической необходимости понижать процентную ставку. Но, так как это сейчас уже заложено в цену, то, если Федрезерв разочарует и ставку снижать не будет, то мы увидим резкую коррекцию на американском фондовом рынке, которая потянет за собой все остальные площадки и как раз таки может спровоцировать то самое начало кризиса. На следующей неделе, 10-11 октября, стартует новый раунд переговоров между США и КНР после семидневных выходных в Китае, связанных с празднованием годовщины основания КНР. И обратите внимание, что китайские фондовые рынки еще не отыграли события, которые мы наблюдали на минувшей неделе в плане экономической статистики. Поэтому ждем этого на следующей неделе. Будет попытка заключить некое временное соглашение между США и Китаем. И теоретически это должно привести к некой передышке, по крайней мере, на рынках, к отскоку фондовых индексов наверх и, соответственно, к укреплению активов развивающихся рынков, в том числе и рубля. Это мы рассматриваем сценарий, если переговоры пойдут гладко и США и Китай не подготовят друг к другу никаких бонусных взаимных претензий. А мы знаем, что это вполне возможно. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание, отчасти перемирие между США и Китаем уже заложено в цене текущих активов. И об этом нам сообщал сентябрьский рост американских индексов. После очень нестабильного августа в сентябре все вдруг поверили, что договорятся. Хотя на самом деле никакой твердой почвы под собой это предположение до сих пор, в общем-то, не имеет. Но рынкам хочется верить в лучшее. Я рискну предположить, что даже если соглашение будет заключено, то иметь оно будет ограниченное действие и в любом случае эта передышка будет временной. То есть возможны какие-то движения наверх в сторону спроса на рисковые активы. Но я бы не стала слишком сильно из-за этого обольщаться. Даже если, допустим, США и Китай вдруг друг друга полюбят, не стоит забывать, что у нас есть еще огромное количество других факторов неопределенности, которые никто не снимал с повестки дня. Это тема с импичментом Трампа, которая раскручивается все дальше и дальше, и по всей вероятности мы увидим какие-то новые детали в ближайшее время. Это разворачивающаяся, тоже достаточно внезапно, да, вот эта тема выстрелила. Торговый диспут между США и ЕС. Я напомню, что Трамп анонсировал тарифы против европейских компаний на минувшей неделе. Это возросший риск Брекзита без сделки, это продолжающиеся протесты в Гонконге, ну и это общее замедление экономики, которое мы видим через экономические показатели, несмотря на все отчаянные усилия центральных банков. Поэтому, на мой взгляд, даже если США и Китай будут демонстрировать какие-то позитивные дипломатические шаги, это не является основанием для того, чтобы проявлять какой-то бешеный оптимизм и скупать рисковые активы. Наоборот, я считаю, что это может стать неплохим моментом для того, чтобы добрать активов защитных, если у вас в портфеле их пока недостаточно. Ну и, соответственно, если будет, возвращаясь к нашей теме американского доллара, конечно же, если будет перемирие на следующей неделе, а это вот первая, самая главная тема новая неделя, которую все будут отслеживать, то возможен скачок спроса на рисковый актив. Мы можем увидеть ослабление курса доллара к рублю даже ниже отметки 64. Это вполне вероятно на волатильности. Но, с другой стороны, если исход переговоров будет неудовлетворительным, а этого тоже нельзя исключать, то, соответственно, возвращаемся выше барьера 65. И это может стать серьезным триггером для того, чтобы доллар поднимался и выше отметки 66 и выше отметки 67. Несмотря на все аромагеддонские прогнозы, которые в последнее время озвучивают многие аналитики-эксперты. Вот, может быть, вы слышали, что Владимир Путин, президент, высказался о скором крахе доллара из-за неправильной политики американской администрации. Некоторые крупные банки, в частности, Саксо Банк, Датский Коммерс Банк, озвучивали предположение, что доллар больше не будет выполнять функцию защитного актива. Можно предполагать все, что угодно, но все-таки пока вот в этой новой волне кризиса, которую мы, по сути, наблюдаем в 2019 году, все-таки доллар пока работает как защитный актив. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Но все-таки мы смотрим на текущую ситуацию, а не на какие-то абстрактные предположения. В общем, у меня ощущение, что на следующей неделе рубль будет торговаться в общем тренде с валютами развивающихся рынков. И здесь вот именно будет доминировать фактор договорятся-не договорятся и немножечко забудут про американский Федрезерв. Федрезерв, видимо, уже через неделю снова выйдет на рынок как такой вот основной инфлюенсер, но об этом мы с вами будем позже говорить. Еще стоит обратить внимание, что на следующей неделе в США стартует корпоративная отчетность и прогнозы там не очень хорошие. Поэтому вот это тоже фактор, который может оказывать влияние на валюты развивающихся стран и на российский рубль. Я, конечно, предчувствую комментарии о том, что недостаточно много конкретики я даю в своем обзоре. Но, друзья, какая может быть конкретика, если мы с вами не политики? Я не президент Трамп, я не член китайской делегации и я действительно могу только предполагать, каким будет развитие переговоров и каким будет его влияние на умы финансовых предпринимателей. Слишком велика неопределенность, поэтому в этом видео я постаралась до вас максимально сжато донести именно текущую повестку дня и ту логику, по которой, как мне кажется, рынок может реагировать на развитие событий. Друзья, напомню, что у нас на канале продолжается конкурс с прогнозами по курсу доллара к рублю на конец октября. Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, вам нужно перейти по ссылке под этим видео, посмотреть видео с конкурсом, собственно, и под этим видео оставить ваши прогнозы. Внизу под тем роликом, который вы сейчас смотрите, прогнозы оставлять не нужно, потому что они приняты не будут. Конкурс продолжается до 15 октября. Переходим по ссылке в закрепленном комментарии, смотрим видео, под тем роликом оставляем ваши прогнозы. Ну и также пришло время, наконец-то, подвести итоги нашего конкурса «Кто здесь ванга» с вашими прогнозами на конец сентября. Курс доллара на московской бирже закрылся на отметке 64.86. И самый точный ответ нам дала наша подписчица Евгения Захаркина с прогнозом 64.80. Евгения, мы вас поздравляем с победой. Пожалуйста, напишите нам на почту info.sobaka.investfuture.ru, чтобы мы могли вам отправить книгу в подарок. А в подарок вы получаете книгу «Заметки». «Заметки в инвестировании» от управляющей компании Арсагера. И, на мой взгляд, эта книга, наверное, одна из самых лучших для того, чтобы понять, как работает российский фондовый рынок и избежать вот тех самых ошибок, которые часто совершают новички. Книга написана достаточно честно, поэтому я бы рекомендовала ее к прочтению. Друзья, если вы хотите также скачать электронную версию этой книги, то ссылку на скачивание я оставлю в закрепленном комментарии также. Ну, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что досмотрели до конца. Если было полезно, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, пишите в комментариях, что вы думаете о текущих перспективах доллара и об общей ситуации в мировой экономике. Давайте подискутируем. Я всегда читаю все ваши комментарии, стараюсь по возможности максимально отвечать. Делитесь этим видео, пожалуйста, с друзьями, присоединяйтесь к нашим социальным сетям. Ссылка на них есть в описании к этому видео. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestFuture. До новых встреч на нашем канале. Видео выходит каждый день.